Уважа передача называется «Я так думаю». Так вот, я думаю, что понятие «национальная идея» в многонациональном государстве – это абсолютнейшая глупость. Ее не может быть, как мне кажется. А должна быть государственная идея. То есть государство должно выработать такую идею, ради которой хотелось бы положить руку на сердце и сказать «Я полностью ее разделяю». А вот это вот толкование национальной идеи, мне кажется, это не… Ну, как может быть, мы… У каждой национальности есть свои традиции. Мы не американцы, где национально списывается гражданин Соединенных Штатов. Все-таки те традиции, которые были и до революции, и еще до того, как православие вышло из старообрячества, и старообрячества – это были те традиции, которые существуют по сегодняшний день, но, может быть, за исключением кулачных боев. Хотя, мне кажется, что они должны были быть. Все-таки где-то молодежь должна в разумной мере выбрасывать те эмоции, которые в ней накапливаются. Ну, вот тогда эти были кулачные бои. А традиции остались. И елка осталась, и масленица осталась, и перемешаны у нас православие с народными какими-то обрядами и так далее, и так далее. Они существуют. А государственной идеи по сегодняшний день нет. Вот о чем бы надо было думать тем людям, которые занимаются идеологией. Хотя, говорят, сейчас таких людей нет в правительстве. Были же секретари обкома по идеологии в советское время. Сейчас в армии были люди, которые занимались воспитанием идейным. А сейчас они называются заместитель командира. Раньше был по политчасти, сейчас по воспитательной работе. Вот, мне кажется, должен быть заместитель президента Российской Федерации по воспитательной работе, который бы и создал эту государственную идею, в которую большинство, ну, хотя бы 85% населения абсолютно поверило. Вот мы поговорили о необходимости ее создания. А в чем вы бы хотели ее видеть, если она на сегодняшний день, как мы уже выяснили, отсутствует? В чем бы вы хотели видеть государственную идею? Вот если тезисна. Я не могу ее сформулировать. Если бы я ее мог сформулировать, я был бы тогда заместителем президента по воспитательной работе. Нет. Это должны заниматься не один человек. Но такая идея должна быть. Мне кажется, что, ну, я опять называю Америку, мне кажется, что в Америке она как раз государственная идея, а не национальная. Ну, в чем она должна быть? Это люди должны абсолютно быть уверены в поступках государства по отношению к самому себе. Люди должны абсолютно быть уверены, что государство их не обманет, что государство их защитит, что государство не станет на сторону богатого или близкого к ней, что государство скажет чиновнику, ты здесь для того, чтобы помогать людям, которые хотят жить в нашей стране. Вот это и должна быть, только ее надо сформулировать как-то очень точно. Но до того, как ее сформулировать, так должно поступать государство. А я не уверен, что оно так по сегодняшний день поступает, поэтому недоверие к судам. Одного судят так, другого судят. Иначе, хотя вроде бы и равные у них преступления, а иногда бывает наоборот, тот, кто совершил больше, получает почему-то меньше или вообще оправдывается. Человек не защищен с точки зрения своих денежных накоплений, человек не защищен с точки зрения того места, где он живет или то место, которое он приобрел для своего бизнеса. Во всяком случае, как бы замечательно ни была технологически организована эта служба, интернет-сообщение простого гражданина с разными чиновниками разных уровней, все равно, я думаю, во всяком случае, себя я считаю незащищенным. И таких, как я, очень много.